всем привет надеюсь меня будет слышно вот только что из этого магазина вышла там осталась моя подруга покупает продукты на обед будет готовить а я решила пока нет дождя обещанного походить по окрестностям и городочка серского и вот мне схему нарисовали я пошла изучать район я уже далеко не первый раз здесь но вот именно в эту сторону не ходила потому что она противоположная центра города где мы обычно тусим на сегодня обещали какие-то порывы ветра и дождь то есть ни один зонтик не поможет и мне велено было от дома далеко не отходить если что бежать и прятаться всем привет привет в остальной части этого видео которое я запыхавшись от быстрой ходьбы от аллергии записывала для вас вот я эту часть сейчас переозвучу потому что в ней я просто рассказывала в очередной раз почему я так поздно прилетела в сербию вместо часа ночи я приехала почти в 7 утра но потому что кто-то очень долго искал бомбу несуществующую в нашем самолете смотрите какой милый городок и вот там слева сейчас если камера повернется там возле одного дома ребята растет сакура я потом вечером другого дня туда пошла специально и вот она вот она вот она слева появилась и я ее зафотографировала представляете сначала я думал что это просто что-то плодовое цветет потом до меня дошло что я ни одного листика там не видела обычно же скажите да у нас наши садовые там деревья когда цветут они цветут уже на облиственном деревце а тут до меня сутки доходило что наверное что-то не так подхожу и владельцу этого дерева говорят что это такое он мне говорит японская трешня я такая в google полезла сакура представляете сакура я обалдела в центре сербии с погодой в сербии мне повезло буквально только в первый день ну и может быть в день отъезда вот потому что лили дожди был страшный какой-то нереальный холод было настолько холодно внутри дома что было проще согреться одевшись и выйдя на улицу представляете местные жители обычно так и делают причем мой друг купив когда-то двухэтажную квартиру на первом этаже и прожив там первые несколько месяцев зимних он так околел и так забодался оплачивать страшные по 20 тысяч динар счета за электричество то где-то 200 евро что он взял и фасад своего дома и боковушки он утеплил но поскольку хозяин квартир всех который не продал еще верхние этажи он ему не разрешил утеплять только свой нижний этаж моему другу пришлось за собственный счет утеплять все три квартиры а все три квартиры двухъярусные двухэтажные представляете но короче вложился он тогда не по-детски правда вот мне его жена сказала что он в итоге отбил у хозяина стоимость двух третей до утепление этого дома и когда тот продавал остальные две квартиры вот он как бы взял видимо с людей денег побольше потому что теперь после утепления квартира стоит больше короче ребята как там строят я не знаю строить большими какими-то вот для нас это большие нарушения меди как сказать строительных норм а для них нормально они строят главное что было подешевле потом несколько лет живут видят где там плесень где там влага просачивается где мостик холода вдруг неожиданно обнаруживается из-за которого квартира внутри вымерзает и потом только когда подкапливают деньги с течением времени они начинают эти фасады утеплять и всякое прочее прикиньте но в общем и целом моей любви к сербии вот и к черногории где такое же положение вещей вот это не умаляет но просто всегда вопрос возникает почему бы не сделать это самого начала говорю вот подруги это и она говорит слушай во сколько здесь живут уже девять лет меня всегда это очень-очень интересует почему нельзя сделать самого начала ну наверное потому что продажная стоимость до квадратного метра возрастает и мало кто будет эти дома покупать но я только такую логику вижу что просто лишь бы подешевле построить коробку а потом уже за свой счет там все туда и коммуникации какие тебе надо проводить дополнительные вот и утепление это делать ну короче ребята мрак но жить бы я здесь хотела я вот иду сейчас к храму да и извините камера подрагивает у меня до сих пор нет стабилизатора вот для видеосъемки и вот показываю вам видите домики такие прекрасные деревца потом появятся цветочки в каждом огородике ну такая красота просто сил нет и вы заметили нет высоких заборов глухих таких да из бетона и кирпича и ты видишь все что внутри там происходит как-то здесь вот не принято прятаться вон тот храм куда я иду очень он мне понравился я еще потом два раза ходила и подолгу сидела там просто уже ни с кем не разговаривая не записывая никакие болталки с патреоном просто сидела и кайфовала от этой умиротворяющей атмосферы чудесный городок потом когда я ехала до белграда уже когда в черногорию собралась я оценила близость то есть мы чуть-чуть постояли в пробках совсем прям капельку на въезде в белград это не московские пробки этот пробка буквально минут на десять и все и вот вся поездка заняла 40 минут представляете а если бы не было пробок вообще бы минут за двадцать 5 минут за 30 я бы доехала а вот такая красота всегда на столе у моих друзей они любят на своем огородике нарвать каких-нибудь цветочков вот и смотрите как красиво они сервируют завтраки я и в прошлом году когда у них была я жила неделю потом говорю блин буду скучать по вашим завтракам причем самое интересное и он и она готовит одинаково вкусно и одинаково красиво джерик он же борман не знаю почему этого кота столько имен вот он вот такой вот он сладкий да он очень любит тусить в той комнате где я сплю когда приезжаю у меня на него дико аллергия поэтому на время моего пребывания его выгоняют из комнаты и видите он не всегда бывает доволен вот этой моей оккупации его территории а это 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 я привезла треть чемодана рыбы и две трети чемодана орхидей а мои друзья из владивостока они очень любят морепродукты любят рыбу и в прошлый раз когда я привезла рыбу друг ее съел всю сам ну то есть как бы нам с его женой что-то вообще ничего не перепало но он так и сказал привезешь это все будет моё я горю хорошо в этот раз мой муж говорит ах так тогда говорит давай так вот эти вот сверки вот эти вот эти вот эти вот для него а это вам значит с его женой на завтраке я говорю хорошо и мы поржали и первое что мы съели как раз из этих рыбных запасов это вот эту вот рыбу которая нам с ней для завтраков предназначалась но очень вкусно я тебя не перегрела нет очень вкусно катюня ну на я тебе я пьях я не знаю я голодал я голодал я голодал все все А еще мои друзья у себя в мини-мини огородиках, буквально, знаете, 2 на 3 метра с обеих сторон дома, они выращивают вот такую красоту. Причем подруга говорит, мы ни с какой рассадой, как в России, не заморачиваемся. Вот они некоторые самосевом размножаются. У некоторых я семена по осени подсохшие уже собираю. И потом, если не забуду, то кину в марте на грядке. Если забуду, то оно как-то само, говорит, там все равно разрастается. Короче, ребята, климат, конечно, чудесный. Маме шлю вот эти фотографии, она говорит, у нас еще в огороде снега по колено, кошмар. А здесь, посмотрите, какая уже свежая зелень. Очень много растений, которые вообще на зиму не скидывают никакую там свою ботву. Вот это чудо. Ну, смотрите, гамачок. Прям мечта моя. Я прям, знаете, вот в те 2 солнечных дня, что выдались за Т4, что я там пребывала, да, я вообще с улицы не вылезала. Я страшно хотела спать в первый день, когда вот бессонная ночь была, да, ожидание в аэропорту. Ну, все, я прилетела, пока меня вот этот мальчик довез до дома, уже, наверное, было в полвосьмого. Но вы думаете, я легла спать? Я сказала, нет, поскольку сейчас солнце, потом обещают дожди, я хочу гулять, гулять, гулять. И мои друзья весь день на меня так смотрели и говорили друг другу, интересно, когда там у нее батарейка закончится, завод, завод этот закончится, и она рухнет спать. Ну, посмотрите, когда ты приехал всего на несколько дней, ну, разве можно спать, когда вот такая красота тебя ждет на каждом шагу? Увы, прогулку в этот раз по городу мне записать не удалось, я имею в виду видео, но зато получилось сделать очень много атмосферных фотографий, и вот сейчас я с вами ими поделюсь. Здесь с подругой мы пропустили в очередной раз, в воскресенье, когда здесь, в этом городке устраивают фли-маркеты, так называемые, это блошиные рынки. Они не такие уютные, красивые, стильные, романтичные, атмосферные, как во Франции. Помните, на Патреоне в выходные я как-то ставила вам несколько роликов от японских пар, которые живут во Франции, в Париже. Они ездят по барахолкам и покупают красивую посуду, и все. Конечно, здешний рынок, он не чита французскому, да. Это вдоль пыльной трассы, где проходят международные и междугородние автобусы. Просто люди раскладывают вдоль дороги что-то. Но вы знаете, местные жители умудряются купить там что-то очень красивое, в том числе для перепродажи на ebay. Одна знакомая женщина, знакомая моих друзей, она купила часы на каминную полку, а ее дочке, парень или муж, он оказался знатоком антиквариата. И он сказал, что это какие-то страшно редкие английские часы, выпущенные в каком-то там 18-м, что ли, 19-м веке лимитированным тиражом. И он ей помог их продать на аукционе на каком-то за 25 тысяч евро, представляете. И на эти деньги она отправила сына своего учиться в Германию. Можете себе представить? После этих историй мне еще больше хочется побывать на барахолке, хотя я нифига вообще в этом не понимаю, но просто погулять в хорошую погоду туда-сюда вдоль этой трассы и посмотреть, чем торгуют люди. Блин, почему нет? Так что меня ждет в этом году еще одна, а может быть даже две поездки в Сербию. И буду приурочивать их именно к вот этим, я не знаю, как это по Сербии называется, к фли-маркетам, короче. Ну а пока в предвкушении следующих поездок я вам показываю фотографии, отснятые в этот раз. Смотрите, какая классная задумка. Башмаки бетонные и посаженная в них петуния. Вот этот балкончик очень понравился. В эту квартиру ведет отдельный вход, видите? А это, ребята, магнолия. Я впервые застала цветущую розовую магнолию, потому что когда я раньше приезжала в Сербию, это всегда был март месяц. Магнолии еще не цвели. А когда я в мае приезжаю в Черногорию, там у нас цветут в основном магнолии бежевого цвета, а розовых я не видела никогда. Понимаю, что не полезно, но так вкусно, наверное. Еще ни разу не брала. Какие-то палочки типа чипсовых со вкусом. Парадайз это помидор. Сейчас буду пробовать. Походила, погуляла по окрестностям. Вот там чудесная церковь. Вон там видны шпили. Посидела там, потом мне показалось, что сейчас пойдет дождь. Резко похолодало, поднялся ветер. Стоило зайти в магазин и выйти. И вот, пожалуйста, опять солнце. Мальчишки вообще голые бегают. Я оделась как капуста. У меня подруга очень худая. Она все время мерзнет. У нее даже в жару ледяные руки. И она мне говорит, одевайся теплее. Ну и что, оделась потеплее. Теперь не знаю, как раздеться, чтобы было комфортно. Чудесный городок. Я в этой части не была ни разу. Хотя уже не первый раз сюда приезжаю. Он, по сути, пригород. И обычно мы тусим где-нибудь в центре. А сегодня из-за плохой погоды, обещанной, мне подруга говорит, нет, на твоем месте бы далеко от дома не уходила. Да, то япаны вам распространяем. То них у нас у нас друг. Ага. Это и есть та самая сакура. Видите, листочки только-только наметились. Все дерево покрыто нежно-розовым цветом. Это что-то потрясающее. Я вышла погулять немножечко по городу перед сном. Дома холоднее, чем на улице. На каждой улочке этого города идет строительство. Мы сегодня насчитали 8 строек на очень-очень короткой улице. И все раскупается. Все. Просто на этапе котлована, что называется. Дома. И горяча. А еще мы с моими друзьями съездили в город Смедерево и посмотрели там на крепость, знаменитую крепость. Она из всех равнинных крепостей самая большая то ли в мире, то ли в Европе. Она была очень сильно разрушена взрывом, там железнодорожный состав недалеко стоял. И вот во время Великой Отечественной войны он взорвался, а унес себе там боеприпасы. Взорвались местные хранилища этих боеприпасов, разнесло очень большую часть города и очень сильно пострадала сама крепость. Сейчас мой друг будет там что-то на заднем плане рассказывать. Я уже вас предупреждала не раз, он страшный матершинник, поэтому если вас что-то сильно будет коробить, просто заранее предупреждаю, перемотайте. Склад запасов на ЖД путях, амуниции, оружие, бомб, ракет и вот это вот, все вот эти вот разрушения у всех вот этих башен, это произошло от взрыва. Вот это вот все стены, что пострадали здесь, это все от взрыва. А-а-а, это Великой Отечественной, да, получается? Да, здесь вот прям на путях, вот просто пути здесь стоят. Ага. Было снесено 4-4-5-й города вообще полностью, с места земли. Из-за этого взрыва, да? Из-за этого взрыва, да. Из-за этого взрыва, да, погибла, да, народу немеряно, проху, ой, красиво была. Ну, даже стены вот разворотили. То, что взорвалось, вот это вот оружие, которое хранилось на ЖД путях. Да. И склады стояли, кстати. Ну, и склады, да. Боезапасом. Смотри, какой разлом. Или нет, это не разлом. Это не разлом. Это две башни. Как это сделано. Здесь вот, видишь, эти отверстия внутри стен. Они раньше соединялись между собой. Там нет? Нет, а прохода там не было? Внутри, видишь, отверстия, туда загонялись балки, на них сделали помосты. И лестница, и ты по лестнице поднимался туда-сюда, от лестницы крест начнется так вот шла. И ты по этажам поднимался на самую башню. И ты, видишь, на самую башню. Ты увидишь там, в этой центральной, как это было сделано. Ну, единственное, они не были с такой трещиной, они не отклонены. Ага, вот это я... У них основание было ровное. Да, да, да. Их вот уже тревочировали. У него растет на улице. У них нет, да. У них нет, да. Они детские монеты. Вот начинаем. Ваня. Семь, ты не знаешь, что это такое? Смотри, вот металлическая такая, как пластина. И она отделяет, да. Но она идет как-то вот и дальше. Ага, смотри. А может, это настройка какая-то была? Вот, да. Она была разрушена до этого места, а потом то, что надстраивали, уже вот пылали на какую-то пластину. Ну, интересно, что в первый раз такое вижу вообще. А вот эти постройки во внутреннем дворе, они были ради какого-то фильма воссозданы. Рита говорит по старым, с, не знаю, рисунком, наверное. И для какого-то фильма построили, а потом не стали разбирать, так и оставили здесь. Ну, строили не на века, поэтому она уже начинает, видимо, разваливаться. Это такая классная система тоннельчиков и арочек. А лестница старая? Не знаешь? Нет, не очень старая. Ух ты! Дунай! Ух ты! 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 Потому что у нас кудаji то или нет. Еще одну неприступную крепость – это самая современная и оснащенная по последнему слову техники тюрьма на Балканах. Та-дам! Микроэкскурсия, да. Ну и на этом я буду, ребята, заканчивать. Сейчас мы с орхидеями уже в Черногории, рыба вся осталась там, в Сербии. Я надеюсь, ее благополучно доедают. Расскажу про свои приключения уже на границе Сербия-Черногория в следующем ролике. У меня никогда ничего не проходит без сучка, без задоринки. Я в этот раз проспала свою остановку. Рейс был ночной, 12 часов. Я до этого 6 дней не высыпалась. Короче, ребята, как всегда, да. Ну вот, будет это все в следующем ролике. Сейчас я с вами прощаюсь, всех целую и еще приду.